Друзья, всем большой привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что вы нашли время и заглянули ко мне в гости. Сегодня мы с вами в очередной раз будем говорить о парфюмерии. И я подготовила для вас подборку топ-10 ароматов, которые я планирую носить в декабре. Да, вот так вот неожиданно наступил декабрь, наступила зима, с чем я вас поздравляю. Признайтесь, вы уже готовитесь к Новому году? Вы уже подумали о том, в каком аромате вы будете на Новый год? Вот, я подумала и мне кажется, я уже даже определилась. Об этом я вам тоже расскажу. Прежде чем мы с вами начнем, я бы хотела вам напомнить, что все ароматы, все парфюмы, о которых сегодня пойдет речь, я их всегда дублирую в инфобоксе. Я оставляю тайм-коды, оставляю ссылки. Я обязательно оставлю для вас свой промокод магазинrandevu.ru. По-моему, с сегодняшнего дня там началась новая распродажа, уже новогодняя, поэтому обязательно заглядывайте. А первый аромат, о котором сейчас пойдет речь, многие из вас, скорее всего, про него ничего не знают, потому что это моя новинка, и делилась я только в своем телеграм-канале, когда я его приобрела. Купила я его в Литуаль, купила на скидках, я очень давно хотела этот парфюм, этот аромат, но каждый раз откладывала покупку. И была очень заманчивая цена. Речь идет об аромате Азенберг Жозе. Версия Де Парфам. Я специально не стала доставать его из коробки, для того, чтобы вы посмотрели на это оформление. Вы знаете, я думаю, что оформление этой коробки делает полдела, если не большую часть. Хочется купить этот парфюм. Вот представленность этого аромата, вот эта девушка с этой сигарой, не знаю, это очень стильно смотрится. Ну и сам аромат. Вы видели, да, как все упаковано? Здесь и книжечка. Для такой цены, вообще для этого сегмента, ну просто вот, ну я не знаю, нишевое оформление. Мне очень нравится, как Азенберг подходит к этому делу. И сами флаконы тоже очень лаконичные, очень приятные. Я, кстати, нанесла аромат в коробочку. О, боже, это очень красивый парфюм. Он красивый, он необычный, он абсолютно унисекс. Мне кажется, он подойдет и мужчине, и женщине. Аромат, который пахнет для меня очень атмосферно. И я, конечно, планирую сейчас его носить, потому что, мне кажется, вот эта сладковатая лаванда, она может поднадоесть в теплое время года. Поэтому зима, прохлада, это его время, время этого аромата. В верхних нотах этого аромата заявлено мята и цитрусы. Я очень хочу услышать здесь мяту, я вообще люблю мяту в парфюмерии, но для меня ее здесь нет. Я сразу же слышу цветочные ноты, это жасмин. Вот эта зеленца, такая немножко приторная, которая мне не очень нравится, честно вам скажу. Мне нравится этот аромат в раскрытии, и больше всего я люблю этот аромат в своей базе. Вот это вот послевкусие от него мне очень нравится. А на старте это жасмин. Самая яркая для меня нота это жасмин. Далее аромат раскрывается нотами лаванды, и она действительно здесь есть. Здесь очень хорошо слышна нота кофе. И кофе здесь очень такой сладенький. Ну, конечно, это уже фантазийный, наверное, да, я представляю зерновой кофе. Кофе здесь такой сладковатый. Наверное, потому что он переплетается все-таки с базовыми нотами. Это ваниль, это амбра, это сандал. Чем для меня пахнет этот аромат, если вот так вот в двух словах? Он пахнет для меня сигаретами. Может быть, это, кстати, картинка так влияет на восприятие. Пахнет, знаете, пахнет не сигаретами, а пахнет, ну, как будто бы девушка, да. Я представляю почему-то девушку, наверное, потому что действительно я посмотрела на картинку. Но знаете, как пахнет от человека, который находился какое-то время в прокуренном помещении. Это не такой, ну, не неприятный запах на самом деле. То есть это не прокуренный сам человек, да, это не от него прям так пахнет. Но немножко пропиталась одежда. Вот так мне пахнет в базе этот аромат. То есть как будто бы с какими-то сладковатыми нотами, немножко древесными нотами. Аромат интересный. Интересный, и его хочется носить. И мне кажется, что этот аромат особенно красиво будет раскрываться на верхней одежде. Единственный такой момент, он не очень стойкий. И это правда. И я действительно, поносив его, я убедилась, что этот аромат на мне держится, ну, может быть, в течение четырех, максимум пяти часов. Потом хочется его обновить. У него приятная база, она такая мягкая. То есть аромат усаживается мягко. Я не скажу, что лаванда здесь какая-то выпирающая, нет. Но он быстренько как-то так исчезает. И хочется еще, еще слышать его. И мне кажется, что и шлейф, соответственно, от него такой не очень густой. Но аромат красивый. Ну что, переходим к следующему аромату. И, безусловно, в этом месяце я планирую носить аромат от Ex Niila Honora Delights. Это, вы знаете, это тоже такое мое открытие этой осени. Аромат, который, мне кажется, никого не сможет оставить равнодушным. На мой взгляд, это аромат, который цепляет своим таким необычным звучанием. Да, и тут очень важно, кстати, сказать о том, что те ноты, которые заявлены на фрагрантике, вообще, в принципе, как описывают многие этот аромат, у меня немножко не совпадает. Не совпадает с этим описанием. Я этот аромат покупала в поисках ириса. Да, кстати, это моя слепая покупка и очень удачная. В средних нотах здесь действительно есть ирис, но он в сочетании с амбретто. И, может быть, вот в этом, вот в этом все волшебство этого аромата. На старте здесь не роли. И старт этого парфюма, старт этого аромата мне очень нравится. И мне кажется, что на холодной коже этот старт будет звучать дольше. Старт апельсинками. Старт, ну, наверное, цветком апельсина пахнет. Очень красивый. Но практически сразу на моей коже этот аромат превращается в настоящую гурманику. Хотя он заявлен как пудровый аромат. Да, может быть, он пудровый, но пудра здесь для меня какая-то шоколадная, ореховая, но никак не косметическая. Вот это нужно тоже иметь в виду. Но, во всяком случае, я так ощущаю этот аромат. Он сладенький, этот аромат гурманский. Я вам могу сказать в двух словах, чем он мне пахнет. Он мне, ребята, пахнет жвачкой лавис. Если вы вспомните сочетание шоколад и банан. Вот так пахнет этот аромат на мне. Ну, конечно, может быть, это не так плоско, да, не просто жвачно, да, потому что аромат... Ой, аромат очень красивый. Я не знаю, это просто, просто восторг. Он очень красивый. Но вот так вот по ассоциациям мне напоминает эту жвачку. Шоколад и банан. На мой взгляд, очень удачное сочетание. Вот это немножко такого цитрусового начала и этих шоколадных нот. Ореховых, может быть, даже нот. Аромат абсолютно не вульгарный. Аромат очень интеллигентный, на мой взгляд. Он стойкий. Он стойкий и шлейфовый. И уже успел получить комплименты. То есть этот аромат, мне кажется, он мне очень идет. Мне в нем очень комфортно. И вот этот вот такой неприторный, не очень сладкий десерт с такой шоколадной присыпкой. Ну, это просто вот мой восторг осени. Мне очень нравится, как этот аромат раскрывается. Поэтому, конечно, я буду его с удовольствием носить в декабре. Потому что он и согревающий одновременно, и очень такой тепленький. Ну, и уютный. В нем есть вот эта гурманика. Хороший аромат. Следующий мой любимчик, из которым я выдержала паузу. Я какое-то время его не носила. Для того, чтобы соскучиться по нему. Напишите, вы так делаете? Ну, потому что через какое-то время мы привыкаем к ароматам. И уже, знаете, ну, вроде бы ничего особенного. Хотя этот аромат я просто обожаю. И мне кажется, это великолепие, это идеальный букет. Действительно идеальный букет от Ксерджофф линейки Косомарати. Начиная от флакона и заканчивая то, что внутри, меня все устраивает. И вы знаете, я вот тут недавно поняла, я не очень люблю вишневые ароматы. Ну, не то, что я их не люблю. Я не ищу какую-то идеальную вишню. Вот, допустим, если ирис мне нравится, какие-то пробовать узнавать новые ароматы. То вишневые ароматы, ну, они довольно-таки для меня такие равнодушные, в общем, к ним. Мне кажется, потому что я нашла свою идеальную вишню. Да, ребята, вот здесь моя идеальная вишня, несмотря на то, что в нотах вишни нет. Но здесь есть корица, здесь есть мускатный орех. И вот это вот сочетание, я нанесу его на себя, и вот это вот сочетание мне дает ощущение вишневости в этом парфюме. Я слышу, как будто бы вишню в сиропе. Она не приторная, она не сладкая. Она такая очень, очень такая деликатная. Как, в принципе, и любой аромат от Ксержофф Косомарати. Я вам говорила, мне очень нравится, как сделаны эти парфюмы. Мне вообще кажется, что это такое мягкое звучание, но в то же время ароматы довольно-таки стойкие. И этот парфюм я тоже слышу в течение дня. Я вам неоднократно про него рассказывала, поэтому не буду долго останавливаться. Хочу сказать только одно, что это действительно мой идеальный букет. Это моя идеальная вишенка на торте. Я даже чувствую немножко, знаете, вот этот вот сиропчик с привкусом такой кисленькой вишни. Или как вот действительно вишенка на торте, знаете, вот немножко мармеладная такая вишня. Для меня это аромат наслаждения. Когда я ношу этот парфюм, я абсолютно себя комфортно ощущаю. Мне нравятся эти эмоции, которые я испытываю. И, конечно, этот аромат способен украсить и скрасить хмурые серые декабрьские дни. Поэтому я с удовольствием буду его носить в декабре. Следующий аромат, о котором пойдет речь, вы знаете, он тоже мной горячо любим. И я обожаю носить его зимой. И мне кажется, я летом даже его не носила ни разу. Этот аромат является, наверное, первым претендентом на Новый год. То есть этот парфюм я планирую надеть на Новый год, как и в прошлом году. Да, этот аромат действительно заякорился. И у меня с ним связаны такие хорошие воспоминания. Я, может быть, всего не могу вам рассказать, да, вот здесь вот сидя перед камерой. Но такой Новый год, который был в прошлом году, его уже у меня никогда не будет. И я хочу надеть этот аромат для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы погрузиться в эти воспоминания. Это прекрасный парфюм. Здесь, опять-таки, сочетание вот этих цитрусов со сладкими нотами. Здесь карамель. Я здесь очень хорошо слышу карамельность. И на старте вот эти вот апельсины разнообразные. То есть может даже кому-то показаться, что они очень яркие. То есть старт здесь довольно-таки яркий. Потому что он плавно перетекает в сердце аромата, в котором заявлены белые цветы, роза. Но потом, когда аромат успокаивается, это такая красота. Это гурманика. Это гурманика, друзья мои. Здесь ириски, здесь ваниль, здесь сандал. Аромат становится очень теплым. Он даже, знаете, кажется немножко такой, как будто бы кремовый. Вот по ощущениям для меня. Этот аромат, который способен вас успокоить. Который способен сказать вам, что на самом деле все хорошо. И все будет хорошо. Это такой уютный аромат. Но вот сейчас у меня первые ноты. Сейчас старт. И как раз-таки вот эта вот такая цедра и апельсин. Ну буквально несколько минут. И все это превратится в очень красивую гурманику. Да, Poison Girl, я по-моему не сказала. Версию De Toilette от Dior. Ну что, переходим к следующему аромату. И следующий парфюм. Тоже очень вкусненький, очень гурманский. Это аромат от Killian Some Like It Hot. Я тоже рассказывала вам про этот аромат. И не помню, говорила ли я вам или нет, что он по-разному раскрывается в зависимости от сезона. Да, такой аромат хамелеон лично для меня. Вот по моим ощущениям. Зимой этот аромат более ореховый. Он не пахнет шоколадной пастой. Он не пахнет какао-порошком. Вот ноты, которые я в нем слышу летом, и которые мне очень нравятся. Это личи, это такая зеленца, даже травянистость. Я обнаружила, что в нем есть вот эта зеленая трава. Но зимой он такой, он очень такая уютная вкусняшка. Он разогревается на коже. Очень такое красивое звучание у него. Очень дорогое, на мой взгляд. Это не простецкий аромат. И вы знаете, мне кажется, я этот парфюм ни с каким другим не спутаю. Очень редкое вот это сочетание орехи, да, лесные орехи, личи и роза здесь заявлено. Кстати, розы здесь для меня нет. Ну, не слышим, не ассоциируется он у меня с розой. Но тем не менее, этот аромат, как я уже сказала, он очень оригинальный. Вот по моему восприятию. Мне кажется, что я не знаю похожего на него парфюма. Если вы знаете, напишите. Опять-таки, сочетание вот этих кисленьких и сладких нот, я это обожаю. Мне нравится, потому что это не приторно. Это не так сладко-слипательно. Есть определенный баланс. То есть, это не очень сладко, не очень кисло, а очень приятно. Очень приятно. Стоит ли мне напоминать вам о том, что это очень стойкий аромат? Он очень шлейфовый. На сегодняшний день, насколько я знаю, это снятость. Но тем не менее, он еще есть в интернет-магазинах. Его можно купить, периодически там меняются цены. Но эти ароматы еще доступны. По поводу оформления, ну что тут сказать. Красиво он стоит на полочке, если вот его не трогать, да, потому что у меня слетает вот этот вот колпачок. Ну вот такая вот бодуарная подача, да, как будто бы этот аромат такой интимный, скажем так, да. Я помню, я его очень любила осенью носить с кожаной курткой. Он очень красиво сочетается. Но и сейчас, вот сейчас, зимой, мне кажется, он тоже способен придать настроение. Хочу сказать вам, что я, наверное, не из тех людей, которые зимой пользуются только сладко-гурманскими ароматами. Я люблю в прохладное время и цитрусовые парфюмы. И, как выяснилось, цветочные. Меня потянуло на цветочный аромат. Представляете, вот просто захотелось какой-то весны. Рано что-то мне захотелось, но тем не менее. Поэтому я буду не я, если не покажу вам, что в моей подборке, конечно же, в моей подборке на декабрь будет аромат от Armando Jane Champaka. Тем более, это моя новинка. Долго не буду останавливаться. Хочу только сказать большое спасибо Гезе Шоэн за то, что он сделал этот аромат. Вы знаете, вот если бы я, как сказать, опираясь только, может быть, на ноты, да, или читала отзывы, я бы, наверное, ну вот так вот не влюбилась бы в этот аромат. Мне до последнего казалось, что это будет какой-то, ну, очередной свежак. Может быть, что-то похожее, я вам рассказывала, на Булгари. Или Omniacrystallin, может быть, что-то похожее вот от Булгари аромат, который Жасмин Нуар, вот про чай, да, про зеленый чай, про всю вот эту историю. Я была готова. Но, ребята, видимо, здесь в средних нотах вот эта вот Champaka, который, когда я вдыхаю только этот аромат, здесь нет ничего такого сверхъестественного. Здесь нет какой-то, ну, я не знаю, какого-то звучания невероятного, но, видимо, вот эта нота лично для меня, она вызывает во мне какую-то, знаете, бурю эмоций, то ли воспоминания. Потому что я мучаюсь все эти дни, пытаюсь вспомнить, что мне напоминает этот аромат. Когда мои близкие услышали от меня этот парфюм, Ванечка, мой сыночек, сказал, что, мам, я говорю, чем тебе пахнет? Он говорит, мам, пахнет тобой. Ой, у Димы спросила, он сказал, что, слушай, такое ощущение, что у тебя уже был такой аромат. Но я не помню, у меня не было такого аромата. Нет, никогда. Но вот какое-то вот это вот цветочное звучание, оно мне уносит куда-то в детство. У меня, кстати, такой эффект от липы всегда. Каждую весну, когда я слушаю липу, ну, нюхаю липу, я улетаю просто куда-то. И вот здесь история вот такая же со мной, представляете? Поэтому я не думаю, что многим может понравиться этот аромат. Вполне возможно, что вы не почувствуете, вот не словите этот вайб, да? То есть, ну, просто, просто у нас же все разные эмоции, и память, и так далее. Мы вообще разные все люди. Это нужно иметь всегда в виду. Но вот лично для меня, вот на меня он произвел такое впечатление. И я обожаю эти эмоции, обожаю вот эти чувства. Это так редко бывает, когда аромат прям, вот знаете, в самое сердце. И это аромат вот чампака. И спасибо вам, кстати, за обратную связь под прошлым видео или под позапрошлым. Что вы, многие написали, какие еще стоят ароматы послушать. И меня заинтересовал Таиф, меня заинтересовал аромат Царина. Он правильно так произносится. Я, наверное, продолжу знакомство. Единственное, я думаю, есть такие тревел-версии. Может быть, сразу набор приобрести. На рандеву я видела тревел-версии. Там 8, по-моему, 8 или 6 ароматов от этой марки. И, в принципе, цена тоже очень доступная. Вот. В общем, чампака, безусловно, будет в декабре. Это такой аромат, которому, честно вам скажу, у меня каждый день к нему рука тянется. Вот я каждый день выхожу из дома и каждый день я наношу этот аромат. И более того, я думаю, что если бы у меня была тревел-версия, я бы его еще и с собой брала. Следующий аромат, о котором пойдет речь, это мой итальянский красавчик. Я так буду его теперь называть. Это новинка. Ну, я думаю, что те, кто смотрит мой канал, вы смотрели распаковку. Если нет, то я обязательно оставлю на него ссылку. Ну, что я вам хочу сказать. Это невероятная история, которая со мной приключилась. То есть, просто впечатлений, вот описать эти впечатления буквально там за несколько минут я не могу. Этот аромат нужно обязательно послушать. Аромат от мема «Итальянская кожа». Я не назвала, я не сказала, что это за парфюм. Да, это целое приключение во флаконе. Заявлен он как фужерно-кожаный. И аромат действительно на старте звучит немножко фужерно. Вы услышите эту траву, лист томата это или еще какая-то трава, здесь уже не важно. Безусловно, стартует он и кожаными нотами тоже. Я слышу очень яркие кожаные ноты. Но, видимо, за счет того, что прямо на старте заявлено ваниль, это очень необычно. Аромат сразу же, вот для меня лично, уходит в гурманику. Да, я предполагаю, и скорее всего, судя по отзывам, все по-разному воспринимают этот аромат. Конечно, у всех впечатления будут разные, но тем он и интересен. Единственное, что я могу посоветовать, это не покупать этот аромат вслепую. Потому что здесь столько в базе смол, что эти смолы могут на вашей коже выдать что-нибудь невероятное. И вполне возможно, вам это не понравится. Либо понравится, и тогда это будет полный восторг, как у меня. Разные у меня впечатления об этом парфюме. Я вам уже говорила о том, что пахнет он мне чем-то съедобным. Он мне пахнет какой-то выпечкой. Но в то же время я очень ярко слышу ноту кожи. Он очень играет. Он переливается на кожу. Он проживает, знаете, несколько жизней. Почему я и говорю, что этот аромат для меня аромат приключения. Еще один аромат, о котором я не могу не рассказать, потому что он остается. Он остается на моем столике. И я, безусловно, буду этот аромат использовать в декабре тоже. Но долго не буду про него рассказывать. Обещаю. Потому что, мне кажется, я уже... Я очень часто его упоминаю в своих подборках. Это Том Форд, черная орхидея. Которая тоже, вы знаете, этот аромат, он, наверное, понравится не всем. Но я думаю, что с ним многие знакомы. Он уже не новичок на рынке. Он понравится не всем. Но это такой характерный парфюм, который способен вам создать настроение. Способен вас собрать в какой-то момент. И вы знаете, мне кажется, это из категории тех парфюмов, которые могут существовать сами по себе. Вот вы ушли, а он остался. И, в принципе, ему хорошо и без вас. То есть он на это шлейфовый. Это очень дорогой аромат. Он очень стойкий. Да, наверное, не для всех. Судя по комментариям, да, многие не понимают этот парфюм. Да, я, в принципе, и столкнулась и в жизни с тем, что многие его не понимают. Но это такой очень необычный, на мой взгляд, очень индивидуальный аромат. Это аромат, по которому вас заполнят. Это точно. Вы не останетесь незамеченной. И он будет в моем декабре. Потому что я вообще не могу с ним расстаться. Я не скажу, что я им пользуюсь каждый день. Но это как будто бы, знаете, какое-то особое для меня настроение. Поэтому он остается. Мы подходим плавненько к концу. У меня осталось два аромата. Два аромата. Один из них мне не подошел. Но я все равно про него расскажу. И пусть он будет в этой подборке. Потому что я заказывала два этих отливантика, два сэмпла на рандеву. Для того, чтобы познакомиться. Для того, чтобы послушать эти ароматы. Потому что они довольно-таки небюджетные. Первый аромат. С какого начнем? Наверное, давайте, который мне не очень понравился. Я сразу про него расскажу. И, может быть, я буду им пользоваться в декабре. Но вот сейчас скажу вам. Это аромат от Lancome Oranges Begare. Я надеюсь, я правильно произнесла. Вполне возможно, это по-французски звучит более красиво. Поправьте меня. Аромат, на который я возлагала надежды. Я заказывала его в паре вместе с ароматом. Вот 30-очка от Lancome Magnolia Rose. И я решила послушать аромат Oranges Begare. Хорошо, что я не заказала 30-очку. Потому что мне этот аромат не совсем подошел. Мне очень нравится его старт. Это апельсины, ребята. Это апельсины. И вы знаете, это как будто бы апельсиновый чай, что ли. То есть пахнет и зеленцой, и самим фруктом. И у меня вызывает ощущение, что это апельсиновая жвачка. Но жвачка, помните, пластиками. Такая еще давно-давно, в моем детстве, были такие жвачки. Апельсиновый пластик. В общем, не подушечка, а вот именно пластик. Сладкий. Сладкий апельсин. Потом это все переходит в цветочность. И вот здесь для меня наступает какое-то разочарование. Вот здесь вот мне аромат уже не нравится. Он мне напоминает какое-то чистящее средство. Ну, вот такая есть немножко в нем химозная отдушка. Хотя, я повторюсь, на старте, он долго очень просто держится, этот старт. Вот это апельсиновое начало. Причем здесь и цветок апельсина, и здесь и ноты чая, и все здесь есть. Ну вот, бывает такое, не понравился. И причем я в нем даже не слышу вот этой вот ланкомовской базы, да, которая узнаваемая часто, которая пахнет вот какой-то пудрой ланкомовской или помадой. Здесь я больше слышу вот этих белых цветов, которые для меня безликие. Я не понимаю даже, ну, что это за бренд. Это просто какой-то вот проходящий люксовый парфюм. Это вот такие мои личные ощущения. Следующий аромат, о котором я вам хочу рассказать, это парфюм, который очень меня зацепил. И мне кажется, если письмо моё дойдет до Деда Мороза, то под елочкой у меня будет вот аромат от Нишане Ани. Это очень классный парфюм. Я думаю, что многие с ним знакомы. Почему? Потому что мне часто про него писали в комментариях. Но мне кажется, этот аромат не может оставить равнодушным кого-либо, потому что он действительно очень запоминающийся. Это вообще богатейшая композиция, которая просто свела меня с ума. Стойкость зашкаливает. Ребята, здесь после душа ощущаешь эту стойкость. После душа, если даже руки просто помыл. Ну, если у вас вдруг этот аромат на запястье. Я его когда тестировала, первые дни. Вот пойду помыть руки. И вы знаете, мне кажется, аромат этому даже нравится, что его начинаешь смывать. Он начинает еще ярче звучать. Поднимается это облако парфюма. Ну, просто что-то невероятное. На следующий день я слышу этот аромат. Стартует аромат абсолютно не сладко. И потом он трансформируется. Не сладко. Вы сразу же почувствуете имбирь. Скорее всего, какие-то зеленые ноты. Бергамот. И потом аромат раскрывается в своем сердце. Кардамоном. Вы его тоже, безусловно, здесь услышите. Потому что кардамон вообще сложно замаскировать. Действительно, вот эта вот специя, она выпирает. Но что происходит ближе к базе? Ближе к базе этот аромат заслащивается. На мне он становится просто таким сладким. Но, видимо, вот сочетание всех этих нот, имбирь и зелень, и все это как бы вот хорошо балансирует. То есть он вас не удушит, не придушит. Но, во всяком случае, вот сейчас, вот в эту погоду, я наслаждаюсь этим парфюмом. В средних нотах здесь есть еще черная смородина. Я ее считываю просто как какую-то фруктовость, как будто сладинку. Сладинку такую, которая разбавляет. Сладинка с кислинкой, знаете, она немножко разбавляет весь этот аромат. Композиция шикарная. Это теплый, пряный, очень уютный аромат, который, на мой взгляд, подходит и на зимнее время года, я думаю, на осеннее время года. Не знаю, как он будет звучать летом, но сейчас это волшебство. Вот просто пряно-гурманский, теплый очень аромат. Когда проходит какое-то время, несколько часов, я его ощущаю как древесно-сладким. Ну, тоже и ваниль очень хорошо считывается. То есть такое звучание вообще обалденное. Хочется постоянно его вдыхать, постоянно слушать этот аромат. Я добью этот пробничек, буду писать письмо Деду Морозу. Мне бы хотелось получить этот подарок, этот аромат. Ой, какой он красивый, не могу. Вот сейчас вот фруктики пошли. То есть он в средних базах начинает, видимо, это черная смородина, нотка, да, черная смородина. Ой, как классно он звучит. Вот такие вот были у меня ароматы. Вот такая вот моя подборка. Друзья мои, обязательно поделитесь своими ароматами, своей подборкой на декабрь. Будет очень интересно почитать. Если вам понравилось видео и было интересно, не забываем поставить пальчик вверх. Я буду вам напоминать, потому что я знаю, что многие забывают. Ну и не забывайте подписываться на канал для того, чтобы встретиться вновь, чтобы не потеряться. Ну а я вам, как всегда, желаю всего только самого доброго. И скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok